Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из солнечного Джима-Тэ, город-курорта Напа. Сегодня у нас великолепный второй день подряд. Вчера было до 27, сегодня 21 в тени показывают. Уф, самолетища летают, но это, к сожалению, не гражданские. У нас в курорте началась активная фаза по подготовке к курортному сезону 2023 года. По новостям из Витязева, из излюбленных ваших диких пляжей, будет забор, который не будет пускать туда машину. Вроде как арендаторы, по крайней мере, заявляют, что проезд должен быть, потому что они там взяли в аренду пляжи. И люди как-то должны оттуда добираться. Как это будет выглядеть, будем узнавать. Попозже, так сказать, подробнее обо всем вам расскажу. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. Информация о том, что у нас Витязева выбросила водоросли вчера возле пирса. Этот пирс является такой преградой, казалось бы, да, какие-то сваи, но останавливает движение течений. И вот там собралось кучу, очень много водорослей, на что жалуются наши дорогие подписчики. Можете посмотреть видеосюжет. Это какой-то звездец, Юра. Очень далеко от берега несет вот эту всю шнягу. Просто там какая-то каша метров, наверное, 20-50, может. Но вот это вот здесь киснет. Я понимаю, что здесь очень большая куча вот этого Г. Быстро, пиздец. Параллель. Оно даже не колышется. Даже волны. Такое ощущение, что там что-то непонятное такое. Прям каша внутри. Ужас. Вон на волнах видно, что они грязные, просто грязные. Грандец. Уже за пирсом водорослей нету. Ну, еще одно видео для вас. Это по правую сторону от пирса. Кукашу мы наблюдали. По левую сторону. Сейчас по правую. По правую здесь, ну, водичка, конечно, холодная еще. Для моржей нормально. Но тоже присутствуют водоросли. Но хотя бы ужаса такого нет, как на том берегу. Там просто пирс. Еще вон такая стоит. Но здесь получше. Люди вон некоторые купаются. Некоторые просто загорают. Вот так. Раз. На берегу. И обратно. Все. Сегодня мы выезжаем в зону СОО. И я вот вовлю момент. Приехал специально искупаться в море. На Джимате. Посмотрите, вам показать. Давайте теперь прокатимся от Дельфинария до Джимате. Посмотрите, как идет подготовка Пионерского проспекта. И как у нас уже все зелено и красиво. А дальше пойдем уже к морю. Начинаем поездку. Мы от Дельфинария, Бора-Бора. И по Пионерскому проспекту посмотрим вообще, что здесь происходит. Интересно увидеть, так сказать, и ощутить вообще подготовку к сезону. В этом месте мы видим, что в принципе все чисто. Деревья зеленеют. Местами окрашен бордюр. Но основные работы тут еще не ведутся. Потому что он должен быть по всему Пионерскому проспекту. Поведен на красочный вид. И тогда 100% мы уже приблизимся к началу сезона курортного. Подъезжаем к тому месту, где была уничтожена зеленая зона. И на ее месте сделана парковка. Как раз таки сможете оценить. Видите, как зеленые участки красиво смотрятся. А вот Алиан решил, что все. Им они не нужны. Поэтому можно будет увидеть контраст. Вот машины, машины, машины. Вместо зеленой зоны парковочные места. Ну, пишите ваши комментарии, друзья. Как вы к этому относитесь? Как вам укатывание Пионерского проспекта в асфальт? Проезжаем далее. Кстати, по Алиану у них уже заезд. Уже очень много людей. Вот с левой стороны, видите, выезжает шаттл. Который возит людей на пляжи. На Пионерском проспекте очень многие уже пансионаты запускаются на майские праздники. Потому что гостей ожидается очень много. Сегодня приезжали поезда. Полный народу. Причем два подряд с Москвы. Видел такую информацию в соцсетях наших. А что люди потянулись на курорты. Будем надеяться, что штормовое предупреждение, которое сегодня у нас выставила администрация, не сбудется. Хотя, честно, в конце купания посмотрите. На меня уже заходили тучки. И это говорит о том, что погода все-таки, наверное, испортится. Но будем надеяться на короткий дождик и опять солнышко. Сейчас продолжает момент озвучивания этого видео. За окошком светит солнце. В прогнозе стоит на это время дождь, а дождя нет. Так что, возможно, синоптики ошиблись. И у вас получатся шикарные выходные и отдых на майские праздники. Проезжаем Эру, наш Технополис. И здесь у нас уже увидим, как раз таки возле родника, что ведутся работы. Видите, здесь бордюр окрашивается. Люди делают красоту к вашему приезду. Отмывают его, готовятся. Вообще просто идиллия. Машин на Пионерском проспекте становится все больше. И, соответственно, людей, которые приезжают открывать торговые точки. Которые приезжают работать для вас с других регионов. Потому что очень многие говорят, что у вас тут местные плохие на торговых рядах. Но 90% рабочих это те люди, которые приезжают, как вы, сюда к нам только на заработки. Они думают, что приедут и будут отдыхать. Как говорится, работа не бей лежачего. Но зачастую ошибаются с этим. Потому что у нас ненормированные рабочие дни. Говорится, от заката до рассвета иногда и ночью приходится трудиться. Но украшенный бордюр выглядит гораздо красивее. И там, где уже подмели Пионерские проспекты, почистили. Все гораздо приятнее для глаза. Подъезжаем в Джамате. Это район Азоса называется место. Влево у нас здесь поворот на пляж. Один из моих любимых. Возле Урала. Прошу прощения, возле Эллады. И здесь с левой стороны ЖК Пионерский. С правой стороны будем проезжать сейчас Аквапарк. С правой стороны также расположено большое количество разнообразных гостиниц. В которых можно проводить отдых. И люди очень часто там останавливаются. Говорят, что хорошие места и комплексы для отдыха. Но вот это уже с правой стороны как раз таки Аквапарк. Здесь есть остановка. И в левую сторону у нас идет проход к морю. Который называется Джаматинский проезд. Здесь по нему если пройти вправо вдоль берега. Можно выйти к пирсу на Джамате. Небольшая остановка на светофоре. И продолжаем наши с вами движения. Как же приятно смотреть на Пионерский проспект. Который уже в зелени. Который уже настолько прекрасно и красиво выглядит. Единственное, вот конечно эти лужи не радуют. Здесь также была разрисована платная парковка. Но пока я смотрю, что все постиралось. И парковки платной нет. Поэтому будем смотреть, как будет дальше развиваться эта система. Пообщавшись с администрацией по этому поводу платных парковок цель из курортной зоны убрать автомобили. Будет меньше автомобилей, будет больше экологичности. Но вопрос всегда стоит, а где людям оставлять эти автомобили. Говорят, что в новых генпланах выделены участки под перехватывающие парковки. А уже, так сказать, гостиничные деятели должны по факту организовать для людей шаттлы с этих парковок своим гостевым домам. И тогда вот все вот это, что вы с правой стороны видите, большущие парковочные места исчезнут. И здесь будут зеленые зоны. Да, это какая-то автология получается. Ален сделал только что новую парковку на зеленой зоне. А у нас хотят от них избавляться. От этих парковок на зеленых зонах. Это разговор с администрацией. Будем посмотреть, как говорится, как это будет выглядеть. Ну, а мы уже въезжаем в самое сердце Джимате. Подъезжаем к первому проезду. Но сначала в левую сторону уходит Уральский проезд. Кстати, проехали очень вкусную кофейню. В которой также ведутся работы по подготовке к курортному сезону. Здесь зелени в Джимате гораздо больше. Смотрится гораздо сочнее картинка. Особенно с голубым небом, перистыми облаками. И вот уже тот самый Уральский проезд пошел налево. Он ведет к Фее 2. И также на улицу Морскую. Также там есть проход к морю. Рядышком с ним. Направо пошла улица Ростовская. Здесь большое количество частного сектора, гостиниц и кафе. Так сказать, сердца Джимате. Потому что здесь расположены практически все развлекательные заведения. Которые люди посещают, приезжая и отдыхая здесь. Приятно читать в комментариях в Телеграм. Что уже на майские праздники мои подписчики приедут сюда на отдых. А я желаю от души во всем. Отличного отдыха. Самое главное великолепной погоды. И тогда он будет действительно самым лучшим. Администрация заявляла, что у нас все должно быть подготовлено к 1 мая. И сегодня мы, так сказать, посмотрим в преддверии этого дня. Так как сегодня 27 апреля. Осталось их всего 4. И будет уже праздник. Майский праздник. Ох, бабочка как на меня вылетела. Видим, что украшены бордюры. Как минимум здесь в Джимате. Гостевые дома должны все уже потихоньку готовиться. Допустим, в гостевой дом Клин вижу там подкрыты двери. Значит, идет подготовка. Клин, кстати, в этом году в аренде. Номер телефона под видео о нем я изменил. Так что можете, если что, обращаться напрямую к тем, кто сдает там жилье. Если вам нравится такой отдых в Джимате. Кафе Клин тоже готовится к открытию. Может услышать, что здесь уже ведутся работы. Какая-то техника работает. Сероварня, вальма и занадельня уже тоже открываются. Здесь работает шашлычная, шалмичная. По 120 рублей шашлык. Вот, кстати, почем пиво в этом году. Смотрите на ценники. Это заведение отработало всю зиму. Без остановок. Так что будет работать и дальше. Тоже вроде я видел, шла какая-то подготовка к открытию. Но я так понимаю, что открыли с той стороны, возле магазина, тоже что-то вроде шашлычки. Сейчас мы с вами поближе это все посмотрим. Людей становится просто в разы больше, потому что приезжают и те, кто будут заниматься работой в этом году, в сезоне в этом. И смотрите, вовсю продают пирожки, шаурма, блины. Ну, в принципе, ценники. Я думаю, вы все видите, дорогие мои. Работает пятерочка, фонагарье, магазин. Ну и много чего еще другого. К большому сожалению, она поутупает в центре все в цветах. А здесь на Джамате некошная трава. Газоны поросли бурьяном. Это печально. Славится мороженое. Вкусное. Очень мне нравится. Дальше у нас магнит-косметик и магнит. И в ту сторону у нас гостевой проезд. Мы же сейчас будем проходить Пионерский проспект. И посмотрим, что там происходит уже на первом проезде. Здороваются люди с нами. А это хороший знак. Быть добру, как говорится, друзья. Давайте посмотрим, пока ждем светофор. Сколько градусов у нас? 23,5 показывает мой градусник, дорогие мои. Шорты, майка, кепка, солнцезащитные очки. О, еще один магазинчик открыт. Это, как говорится, все атрибуты, которые нужны сейчас для прогулки. Хотя обещали прям похолодание до плюс 13. И сегодня прогноз обновился. И у нас уже там плюс 15, плюс 16. Это уже хорошая температура воздуха. Мне больше всего интересно, насколько прогрелось море. Если вообще прогреть, потому что было уже 15 плюс на песчаных пляжах. Посмотрим, что сегодня будет. Вы, пока мы идем, можете писать в комментариях, как думаете, какая температура воды нас впереди ожидает. И получится ли искупаться или нет. Друзья мои, хочу выразить огромную благодарность. Вот я вчера вложил в телеграмме пост о том, что мы выезжаем. Люди начали потихонечку подкидывать на бензинчик. Потом сегодня зашла критика о том, что вот вы что-то мало помогаете солдатам. Я тоже на это написал ответ в телеге. И залетели донаты. Благодарю всех ребят. На поездку на эту нам должно хватить финансов. Так что спасибо вам всем большое. Почему такая экстренная, незапланированная поездка наших ребят перевели на нулевую линию. И они там делают новые позиции. И для укрепления их там нужны разнообразные материалы. Что мы повезем, узнаете более подробно на втором канале Юрия Заровский Анапа. Ссылочка есть в описании. Подписывайтесь. Магазинчик уже или открывается, или уже работает. То есть постепенно джимоте приходит в такое усуечение кипения и подготовки к сезону. Есть у меня очень много гостевых домов, которые отсняты по джимоте. Смотрите в определенном разделе на канале. По гостиницам, местам отдыха. Гостевой дом Ева скоро выйдет тоже на обзоре. Посмотрите его. Это улица Песчаная. Так как вот по ней называется весь первый проезд. И туда два гостевых дома у нас тоже есть на обзоре на канале. Здесь же массовое открытие пока торговых павильонов мы не видим. Видимо, только в одном тут ребята готовятся. К этому увеличили кровлю себе. Ну и, собственно, больше ничего такого не происходит. Хотя хотелось бы уже, чтобы жизнь кипела. Но для того, чтобы она здесь закипела, должны вы сюда приехать массово. Массовые заезды только на майские праздники ожидаются. Будем надеяться, что здесь все тоже оживет, как в Анапе. Потому что вчерашняя прогулка меня прям привела в восторг. Столько людей. Столько всего открывается. Такая чистота и красота. Джамоте, конечно, пока этим не отличается. Не буду комментировать. Просто покажу. А дальше смотрите сами. Комментируйте в комментариях. Хотелось бы чистоты и красоты кругом. Ну, вот видите, золотые гостиницы, говорится, ждут на Джамоте, когда кто-то приедет и уберет. Хотя вот сегодня по улице Кольцевой проезжаю. Видел, как там возле своего гостевого дома дорогу подметают непосредственно владельцы его. Так сказать, можно ждать вечно, когда кто-то придет и все сделает за вас. Но я думаю, что надо брать все в свои руки. Критикуют этот проход постоянно за отсутствие полной зелени, мусора и лавочек. То есть это большой минус всех наших проходов к морю, на которых этого не хватает. То ли дело в центре Анапы, факт 30-летия Победы. Уютная зона, красивейшая. По таким местам хочется ходить к морю. Это улица Виноградная. Здесь Андерсангостевый дом. Жень готовит переоткрытие, что ли. Не знаю, как это будет называться. И сама улица Виноградная. Под солнышком все выглядит. День добрый. Выглядит все гораздо более приятно. И радует взгляд. Потому что солнце – это главный наш аккумулятор, от которого возможно получить самый большой энергетический заряд. Здесь какие-то работы проводятся, доводятся уже до конца. И мы, дорогие друзья, уже, так сказать, на последнем издыхании моего рассказа подходим непосредственно к морю. И как это по Пионерскому проспекту, мы до сюда ехали на машине дольше, чем здесь идем пешком. Т1 охраняется, но пока не запускается. Еще. Хотя вот сегодня, проезжая по Пионерскому, отметил то, что тот Ален, который я критикую в последнее время, за уничтожение зеленой зоны на Пионерском проспекте и установку своих, так сказать, парковочных мест, уже люди отдыхают, ходят шаттл на море. Так что там работа идет в полном объеме. Здесь мы тоже видим большое количество машин. Это говорит о том, что здесь началось тоже движение предпринимательских капиталов. Подготавливаются точки к открытию. Вот тупиковый проезд, смотрите. Люди сами подметают, убирают, наводят в порядке. Красота, дорогие друзья. Здесь у нас столовые разнообразные. Я, как всегда, призываю вас, пишите отзывы, если вы где-то что-то ели, где-то отдыхали, чтобы по вашим отзывам наши дорогие отдыхающие выбирали места для дальнейшего пребывания. Конечно, парковка, уровень бок. Здесь на тротуарах сделан. Я, в принципе, сам иду по дороге, потому что движение не сильно активное. Транспортных средств, да, и в летний даже период этих тротуаров не хватит для прогулки наших дорогих гостей. Здесь у нас новое строительство, смотрю, идет в этой зоне. Ну, а здесь реконструкция. Перезалили пол. Посмотрим, что будет в этом году. Тут, по-моему, пока без изменений. Хотя вот здесь вычистили песок, который был на проходе. Вот мусор остался, причем, к сожалению. Ну, давайте смотреть, к чему тут и что приводит, как в этом году будет встречать первый проезд гостей. Ну, по крайней мере, здесь я не вижу прям каких-то вал изменений. Первому числу, значит, наверное, не успеет за четыре дня. Я думаю, вряд ли сделают здесь веревочку. Растают все вот эти вот варечки. Но ведутся работы непосредственно по установке навесов. Это мы можем с вами точно наблюдать. Значит, все-таки пляж в благоустрают. И ребята очень сильно, так сказать, дымят своими инструментами. И подритавливают пляж непосредственно уже к открытию сезона 2023 года. Здесь мы видим какое-то варварство на дюнах. Заборы там кто-то копал. Что-то еще делали в том месте. Та же самая история происходит. Честно, не вижу. Мне вот писали, присылали видео, но непонятно, в каком месте на первом проезде происходило как раз-таки и уничтожение дюн. О, отдыхающие в плавках. Это вообще великолепно. Ну и здравствуй, наше морюшко. Здесь вообще прям прекрасная, чистая водичка. Ой, кстати, она уже гораздо теплее, друзья мои. Это просто невероятное удовольствие. Температура воздуха у моря 24,3 градуса. Я думаю, что купаться я буду обязательно. Вот в том районе, возле улицы Морской, вижу, что там какие-то изменения береговой линии. Значит, нам будет отдельно потом снять видеосюжет. Сейчас же замерим температуру и пойдем с вами за нырнем. Посмотрим, как там под водой. Я думаю, что будет очень интересно ощутить и вам это все передать. Эй, солнышко, не заходи за тучки. Ну как вам, кстати, чистота воды? Вызывает желание ли приехать сюда к нам, ощутить всю, так сказать, палитру нашего моря. Ну, как я вам и сказал, что температура воды поднялась. Смотрите, 16,8, больше не падает. Такие вот отдыхающие смотрятся вдвойне приятнее. Вообще красота. Супер. Прям наслаждение от того, что отдых постепенно начинается. Пускай еще не у всех, но надеемся, что будет получаться. Как можно больше людей сможет приезжать и наслаждаться этим. Температура водички позволяет совершить купание, чем мы с вами и воспользуемся. Попробуем занырнуть в море, в джимоте. Главное, дайте мне солнышко побольше, и тогда будет все гораздо более прекрасно. Температура воды классная, честно, прям. Идешь, у тебя нету там эффекта. Хотя многие мне напишут, Юра, ты даешь. Я просто очень люблю море, и в это время оно самое чистое везде. Поэтому купаюсь в джимоте время. Говорите, а чем еще заниматься на наших курортах, как наслаждаться морешком. Были анаматические праздники, приедет большое количество людей. Макс, кстати, говорит микрофон, я что-то отвлекаюсь. И вот это в другую сторону. А потом на глубине, кстати, вода по просвадьбе будет. То есть там было гораздо приятнее. А наше впечатление все-таки получается. Полный березь. Сейчас самый такой момент. Тонкий, говорится, прохода по берегу моря. Подожди, не знаю, стоит ли идти дальше, но то хоть поглубже будет, потому что заход здесь в джимоте долгий. Это очень хорошо для деток, для тех, кто приезжает с детьми, оценивают его в полной мере. Потому что вы сидите на берегу, дети плещутся под берегом, и вы знаете, что 100% никуда не денут. Единственное, что не заходите в течение в море, когда боковые сильные, может унести и занести ребенка в какую-нибудь яму. Это может быть печальным моментом. Как раз таки не делайте этого. Ну что, я уже по пояс. Это говорит о том, что можно и занырнуть. Задерживайте дыхание. Раз, два, три. За всех, за вас. Ох, просто восхитительно. По-другому не сказать. Знаете, вот тут заходят тучки, и вот они точно не радуются. Но это, как говорится, мелочью жизни. Ой, как хорошо, да? Ну давайте по традиции еще разочек. Давайте. Счастье вдруг. Тише повернусь в двери. Слушайте, вообще вазить не хочется. Вот это сегодня море такое. Красота. Я прям получил невероятный заряд бодрости, эмоций хороших. Надеюсь, что вам через экраны они тоже перебоются. Ну а теперь можно выходить и во все ваши города махать ручкой. Привет вам, черноморцы. С вами был Юрий Озаровский, дорогие друзья. И по традиции для вас наше море. Я надеюсь, что вы нажмете на кнопочку подписки, выберите в YouTube колокольчик все повещения. Они будут вам приходить. Будем видеться с вами чаще на трансляциях. Потому что чем будет теплее становиться, тем чаще они будут. Ну еще раз спасибо всем ребят за поддержку. На СВО мы едем в Запорожье. Это, к большому сожалению, сейчас самый напряженный участок фронта, потому что там планируются прорывы. Контрнашки, так называемые. Но я буду, как говорится, верить до конца в нашу армию, дорогие друзья. Все будет хорошо. Будет всем Анапа. Будет всем отдох. Темам светлого и ясного, как говорил мой любимый военкор. Сахта, на небесно, от души, да. Ой, под берегом вода какая теплая красота. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok